Требованием времени давно уже стала необходимость заниматься физической культурой и спортом. В нашем муниципалитете возрастает количество людей, которые занимаются теми или иными видами спорта, ведут здоровый образ жизни. И потому вполне оправдано большое внимание ко всем вопросам, связанным с развитием этой отрасли. О Славянском районе давно уже идет добрая слава, как о территории, где по-настоящему дружат со спортом. Весомые успехи славянцев как в массовом и детско-юношеском спорте, так и в спорте высоких достижений известны. Побед славянские физкультурники и спортсмены добиваются во многом благодаря тому, что есть неослабевающее внимание к спорту властей всех уровней. Об этом речь шла на торжественном мероприятии, где подводились спортивные итоги работы в минувшем году. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных учреждений, представители местных властей и спортивной общественности собрались в спорткомплексе «Олимпийц» на расширенное заседание Совета по спорту итоги 2021 спортивного года. Глава Славянского района Роман Сенеговский приветствовал всех собравшихся, поблагодарил ветеранов спорта, тренеров, спонсоров за продуктивную работу и содействие. Спасибо губернатору Кубани, Юрию Александровичу Бурлачко и Венивиновичу Кондратьеву за то, что в крае существуют программы, благодаря которым мы с вами материально-техническую базу увеличиваем, усовершенствуем. И я думаю, в докладе Александр Николаевич расскажет, что нам удалось сделать, что не удалось. В докладе начальника управления по физической культуре и спорту Славянского района Александра Прищепы была проанализирована вся работа отрасли в минувшем году. Роль физической культуры и спорта, как важный социально-экономическо-политический фактор, а в современном мире неоспорима. В последнее время на всех уровнях государственного управления осознают необходимость решения проблем развития спорта, высших достижений, обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта. Организации пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни. За год проведено более 600 спортивно-массовых мероприятий. В них приняли участие свыше 80 тысяч человек. Массовый общедоступный спорт – это спорт, направленный на повышение уровня физической подготовки населения, сохранение развития работоспособности, также служащие средством активного отдыха. Так, в поселениях Славянского района везут работу 15 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Работа направлена на развитие массового спорта. Сборная команды физкультурно-спортивных клубов в течение 2021 года активно принимала участие в районе Спартакляде под девизом «Живая память поколений». Спартакляда проводилась под 23 видом спорта. Следует активно отметить, кто принимал участие – это городское поселение, Олимп – Анастасиевское сельское поселение, Урожай – Прибрежное сельское поселение, Спорт и отдых – Протовское сельское поселение и Спарта – Рисово сельское поселение. Славянские спортсмены на краевых, всероссийских и международных соревнованиях завоевали 825 медалей. Футбольная команда «Нива» стала серебряным призером престижных соревнований на Кубок губернатора Кубани. По итогам смотра конкурса по реализации комплекса «ГТО» в 2020 году, Славянский район занял первое место среди муниципалитетов с численностью до 200 тысяч человек. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский отметил значительное улучшение материально-технической базы спорта в районе за последние годы. По мнению Законодательного собрания Края, система физической культуры и спорта Славянского района занимает сегодня лидирующие позиции в Крае. И давайте за это вас всех вместе. Я хочу поблагодарить Вас, Александр Николаевич, за то, что активно участвуете, принимаете участие в реализации кровных программ. Это позволяет практически каждый год вводить в строй новостройку. Вот сейчас только по весне введем центр единоборства, уже фундамент в Петровской спортивного зала большого закладываем. И можно перечислять, потому что, наверное, не было отрезка в истории Славянского района такого насыщенного по строительству и вводу действия спортивных объектов. Это очень большое достижение, это непросто, но тем не менее Славянск участвует в кровевых программах. Высоко оценил достигнутое, назвав муниципалитет лидером и локомотивом отрасли и поблагодарил руководство Славянского района за большую и плодотворную работу по спортивному развитию начальника отдела развития физкультуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Края Игнат Абрамов. Действительно, здесь, я опять же повторяюсь, живут неравнодушные люди к спорту, которые никогда не останавливаются, никогда долго не празднуют, а все время развиваются, ищут пути дальнейшего развития отрасли. Вот, опять же, Роман Иванович, большое вам спасибо, мы уже с вами обсуждали, в прошлый раз на презентации книги, перед всей отраслью стоят до 30-го года достаточно серьезные задачи, нам необходимо совместно пересмотреть систему организации работы с населением по месту жительства. Саня Николаевич сказал, вам опять же большое спасибо, вы в этом году открыли Центр физкультурно-массовой работы с населением. Затем наступила самая приятная и волнующая часть мероприятия – чествование всех, кто внес свой весомый вклад в спортивную жизнь района. Чествовались ветераны спорта, призеры и победители спартакиады, физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, лучшие спортивные команды, лучшие спортсмены и тренеры, руководители спортшколы, организации, представители местных властей. Звание лучшего спортсмена района получила член сборной команды России, победитель первенства Европы до 23 лет по грибному спорту Елизавета Ковина. Этот год был действительно непростым и ярким, также он показал очень, как важна поддержка в первую очередь тренера в тяжелые моменты, семьи, какие это может принести плоды, потому что работа тренера, он становится как родитель. У него очень серьезная задача – показать, когда нужно добавить, где-то пожалеть. Это очень тонкая грань, которую очень легко пересечь. Сезон был действительно запоминающимся, поскольку помимо победы на первенстве Европы до 23 лет было бронза на чемпионате Европы. Я считаю, это очень большое достижение, но это только начало, потому что стоит работать дальше. Лучшим тренером года названа заслуженный тренер России, тренер отделения академической гребли спортшколы Олимпийского резерва «Изумруд» Валентина Стуклова. Да, в этом году были очень высокие результаты, и мы рады, что у нас все получилось, что Лиза смогла завоевать золото на чемпионате Европы, потому что сезон был очень сложный и тяжелый. Да, мы довольны. Прошедшее мероприятие ярко продемонстрировало, что физкультура и спорт в нашем районе успешно развиваются. Будет сделано все необходимое, чтобы славянским спортсменам покорялись новые вершины. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».